Хорошо, когда колеса мчат куда-то вдаль. Но для атмосферной поездки нужно получить разрешение – водительское удостоверение. За обучение в Беларуси отвечает автошкола, за экзамен – ГАИ. Именно здесь с июля появились изменения. Касаются они всего транспорта, кроме колесного трактора. Основное новшество – теория. Если раньше она действовала 6 месяцев, то теперь срок не ограничен. Для комфорта экзаменуемых, а также исключения конфликтных и спорных ситуаций, предусмотрено введение не только видео, но и аудиозаписи сдачи квалификационных экзаменов. Повторно теоретический и практический экзамен назначаются не ранее, чем через 10 дней со дня следующего за днем последнего экзамена. В практическом испытании тоже есть нюансы. Экзаменуемый не пристегнулся ремнем безопасности перед тем, как включить зажигание, сразу может идти домой. То же случится, если будущий водитель начал трогаться, не сняв машину с ручника. Экзамен на автодроме не засчитывается при нескольких условиях. Запрещено касаться столбиков на площадке и превышать лимит времени. Если автомобиль откатился больше, чем на 30 сантиметров на эстакаде или заглох при подъеме, испытание также не пройдено. Экзамен не сдан, если автомобиль заглохнет в пути дважды. Зато разрешается нарушить правила дорожного движения до трех раз при вождении в городе. Результаты будут вноситься в автоматизированную информационную систему ГАИ. Ранее это были специальные карточки. ДОСАФ проводит подготовку и переподготовку всех категорий водителей. Основное место в этом занимает, конечно же, подготовка водителей категории Б, то есть легковых автомобилей. Необходимо пройти медицинскую комиссию, получить добро врачей, иметь паспорт гражданина Республики Беларусь и две фотографии 3х4. Прием ведется практически постоянно. Занятия с инструктором начинаются на автодроме. Первым делом объясняют устройство автомобиля, как завести, поправить зеркала и включить сигнал поворота. И обязательно переключение передач. Только с 22 сентября автошколы страны будут обучать водителей на машинах с автоматической коробкой. Сейчас в распоряжении учеников механика. Мы стараемся объяснить, что если не уверен, что заедешь в гараж или на диагональную парковку или какой-нибудь другой элемент, можно взять вторую попытку. Потом уже стараемся выезжать где-то за город, потом маршруты, где меньше автомобилей, менее интенсивное движение. И постепенно наращиваем. На изучение теории отводится 16 часов, включая медицину, плюс еще 50 на вождение с инструктором. Также в каждом учреждении есть свои внутренние испытания. Только после них ученика допустят к сдаче экзаменов ГАИ. Каждый будущий водитель должен помнить, к правам прилагаются не только знания ПДД, но и уважение к другим участникам дорожного движения.